Отдых с молитвой, походы, дружеские беседы о традиционных ценностях России. В Марухе с 2002 года действует православный лагерь «Школа русского выживания», в котором отдыхают дети разных национальностей и из разных уголков страны. Подробности у Али Баташева. Это как будто другой мир, совершенно другой мир, где нет интернета, телефонов, где только активные игры, походы, и здесь очень много всего интересного. Серафима Козлова из Миномыска приезжает сюда третий год подряд. Пообщаться с единомышленниками, отвлечься от городской суеты и отдохнуть от информационного шума. Нет интернета, зато есть много свободного времени. Игры на свежем воздухе, спортивные соревнования, купание в горной речке, рыбалка. И, конечно, увлекательные походы по живописным местам Марухского ущелья. Ходим и на водопады, и в пещеру даже ходили, и на горы всякие поднимаемся. В общем, здесь очень хорошо и мне очень нравится. Кто-то сможет научиться рубить дрова, разводить костер, устанавливать палатку, получит первые навыки игры на гитаре. Можно уединиться, читать, писать, рисовать, заниматься саморазвитием. Но в распорядке дня есть свои особенности. Мы встаем на утреннюю молитву, мы молимся перед едой и после еды. Нам читают Деяния Святых Отцов. И в целом тут культивируется тот образ, в котором должны жить православные люди. Как должна себя вести православная девушка. Как себя должен вести православный христианин-мужчина. Какие обязательства он на себя должен брать. Любить по-настоящему свою родную землю можно только познавая ее красоту, интересуясь историей, культурой и традициями ее народа. Убежден руководитель лагеря, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери села Маруха и романах Александр Емельянов. Здесь говорят о любви к родине, приводя в пример святых Александра Суворова, Михаила Кутузова и Александра Невского. Беседу о семейных ценностях вспоминают не только Петра и Февронию, но и пушкинскую Татьяну Ларину. Какой интересный симбиоз летнего отдыха, походы, соревнования, всякие развлечения, одновременные беседы и лекции о семье и браке, о верности. Как различать вот эти вот вещи, как любовь и влюбленность, на примере Онегина, на примере Татьяны. Так, чтобы они хотя бы приобщались одновременно к своей великой культуре русской, но и не делали ошибок. Так, приятно ехать в то место, где тебя ждут. А нас здесь не просто приглашают, а еще и ждут. И хотят видеть. А это всегда приятно. Лагерь действует с 2002 года. Многие приезжают сюда каждый год. Находят ответы на главные вопросы жизни, настоящих друзей и даже свою вторую половинку. Али Баташев, Ольга Савенко, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.